Эфир телеканала ТВ-ком продолжает выпуск информационной программы «Середина земли». В ближайшие 15 минут только интересные новости Байкальского региона и наших соседей Китая и Монголии. С ними вас познакомлю я, Юлия Пермякова. Здравствуйте. И сначала коротко о темах выпуска. Их разыскивает военкомат. В рейд по уклонистам вышли сотрудники Иркутского комиссариата. Больше не губернатор. Наталья Жданова покинула пост. За Байкалье временно возглавил Александр Кулаков. Солнечный цирк. Артисты из Монголии будут выступать вместе со знаменитой канадской труппой. Не только Великая стена. В Китае придумывают, как привлечь туристов в другие места страны. Их ищет военкомат. Сотрудники комиссариата в Приангаре вышли на поиски уклонистов. К ним относятся те, кто уже не раз проигнорировал приглашение на медицинскую комиссию, либо прошел всех врачей, после чего скрылся в неизвестном направлении. Удается ли застать призывников дома? В вечерний рейд со специалистами отправился мой коллега из Иркутска Евгений Любовников. Главное правило поиска – не звонить в нужную квартиру, чтобы искомый человек не скрылся. Первый призывник, которого сегодня ищут, живет на девятом этаже. И, судя по всему, отсутствует. Поэтому сотрудники военкомата направляются к соседям, чтобы получить хоть какую-то информацию. Намеки на то, что гражданин прячется, наша съемочная группа обнаружила уже на улице. В квартире, в которую не достучались, горит свет. Инспекторы военного комиссариата делают пометку в документах и отправляются по следующему адресу. По пути рассказывают, даже те горожане, кого просят просто открыть дверь, относятся к ним с опаской. Добрый вечер. Военный комиссариат, откройте, пожалуйста. Какое отношение к вам? Вы никакого. А вам какая? Нам нужна 39-я квартира. Но, чтобы нам туда попасть, нам необходимо, чтобы вы нам дверь открыли. Такие рейды с началом осенней кампании проводятся ежедневно. Сотрудники военкомата для безопасности работают в паре с полицейскими. Некоторые хозяева квартир могут сами отправить служить. За 39 земель. Если, конечно, откроют дверь. В этот раз повезло. Попались вежливые собеседники. Здравствуйте. А Дмитрия Евгеньевича могу увидеть? Могу нет. А вы хотели углянуть всему? Здравствуйте. Там пустил яйцамат. Хотели бы вот увидеть Дмитрия Евгеньевича? Нет здесь. Однако призывник проживает по другому адресу. В таком случае повестка вручается родителям. Хотя и это не гарантия, что молодой человек придет на призывной пункт. К сожалению, бывает попадаем в пустые двери, но процентов на 70 эти рейды дают свои положительные результаты. И люди призывного возраста приходят на комиссии и в дальнейшем мы их отправляем на службу войска Вооруженных сил Российской Федерации. Обычно за один вечер удается обойти 10 квартир. Сегодня в списке только три. Стучимся в дверь к последнему. Здравствуйте. Евгений Алексей Павлович. Да. Военный комиссариат. Октябрьский, правообережный. Жмите поездку. В соответствии с федеральным законом номер 53 от 28 марта 1998 года о воинской обязанности и военной службе. Распишитесь. Теперь молодого человека ждет медицинская комиссия и присвоение категории. Если все пройдет успешно, то ряды российской армии пополнятся одним новобранцем. Наталья Жданова покинула пост губернатора Забайкальского края. Ее обязанности временно исполняет Александр Кулаков. Сегодня он провел брифинг, на котором рассмотрели основные проблемные вопросы. Это начало отопительного сезона в крае. Не во всех районах он начался вовремя. Возникли проблемы конкретно в Тунгокочинском районе с топливом. На сегодняшний день у нас общий запас топлива составляет 41 тысячу тонн. Но проблема у нас сохраняется с топливовым обеспечением в трех районах. Это Могочинский, там сельское поселение Довентинское, Ксеньевское, Сретенский район и Тунгокочинский район. Вопрос решается оперативно. На сегодняшний день там запас топлива есть. Не составляет 7 суток, но составляет от 3 до 5 дней. Еще одна проблема – выплаты забайкальцам, пострадавшим от наводнения. Как заверили краевые власти, до конца этой недели финансовую помощь получат все. Еще 337 человек, кому было отказано в деньгах, обратились в суд. Сейчас их дела рассматривают. В то же время в Москве, в Минфине на согласовании находятся 118 жилищных сертификатов для оставшихся без домов. После положительного решения купить новое жилье можно будет в любом регионе России. День рождения кумира. Выставка-концерт в памяти британского музыканта, композитора и художника Джона Леннона объединила под одной крышей творческих людей Забайкалья. О первом мероприятии в необычном для Читы формате и его участниках расскажут мои коллеги из телекомпании «Альтез». 9 октября 1940 года родился Джон Леннон, кумир поколений, изменивший представление о современном искусстве. Мероприятие, чей формат организаторы уложили в два слова, выставка-концерт посвящено ему. И даже название «Эволюция номер 9» этой интерпретации одной из композиций группы Beatles под названием «Revolution No. 9». Предлагаем воспринимать и визуально, и аудиально. Все вместе. То есть зритель может стоять, слушать, может пойти посмотреть картины, может вернуться. То есть здесь не стандартная эстрада, как обычно, с конферансом, с объявлением номеров, аплодисментов. То есть хотите, да, аплодируйте, хотите, слушайте, можете, то есть, пожалуйста, воспринимайте, как удобно. Идея мероприятия заключается в попытке понять, что волнует современных авторов, и проследить, как эволюционировала поп-культура со времен Ливерпульской четверки по сегодняшний день. А помогают им в этом молодые и творческие четинцы. Эксперименталист Культ Грингель представил в проекте два аспекта своего творчества – свой взгляд на фотографику и современное музыкальное искусство. В экспозиционной части «Эволюции» свои работы представили более десятка молодых авторов. Екатерина Козина, известная по творческим псевдонимам «Васад-19», имеет богатую выставочную биографию по всей стране. Но этот формат мероприятия вызывает у девушки особые чувства. «Прекрасный формат совершенно выставки и концерты одновременно. То есть люди с разными интересами могут поучаствовать, могут для себя что-то интересное найти. Я, допустим, художник, я сейчас познакомлюсь с нашими ребятами, с музыкантами, то есть и с художниками также я здесь познакомилась, которых не видела до этого. То есть это очень классный взаимообмен между творческими людьми». Оценить работы молодых читинских художников и окунуться в атмосферу песен «Битлз» можно будет до 16 октября. Светлана Тулунова, Анна Хвостова, Максим Лобачев. Середина земли. Забайкальский край. Коротко о заметных событиях Сибири и Дальнего Востока далее. Субтитры подогнал «Симон» И к Международному блоку новостей. 15 октября после трехлетней реконструкции запустят в эксплуатацию первый терминал одного из шанхайских аэропортов. Он станет первой воздушной гаванью страны, способной обслуживать пассажиров полностью в автоматическом режиме. Подробности у моих коллег. С залби первого терминала аэропорта Фунцяо здесь установлено самое новое оборудование. Вот эти 28 аппаратов для самостоятельной регистрации пассажиров на рейс и подготовки к сдаче багажа. Для этого нужно просто отсканировать удостоверение личности. «Думаю, что этим многие будут пользоваться. Почти все, кроме пассажиров с особыми потребностями. Например, тех, кто летит с младенцами. Им, конечно, нужно вручную подбирать более удобные места». Зону паспортного контроля пассажиры теперь также будут проходить быстрее. Сканирование документов и процесс идентификации личности занимает всего 12 секунд. «Технологии распознавания лиц сейчас уже очень развиты. Они работают с высокой точностью». Суперсовременные турникеты и в зоне посадки на самолёт. Здесь также нужно просто приложить действующие документы, и система пропустит или предупредит, что вы пытаетесь произвести посадку не на свой рейс. «В автоматическом режиме теперь можно осуществлять регистрацию на рейс, сдачу багажа, паспортный контроль и посадку на рейс. Когда люди начнут этим пользоваться, они поймут, насколько всё стало удобнее». Реконструкция шанхайского аэропорта Хунцяо началась в декабре 2014 года. После её завершения пропускная способность увеличится до 10 миллионов человек в год. Главным образом здесь будут обслуживать внутренние рейсы, а также рейсы в Сианган, Аумэнь, Республику Корея, Японию и некоторые другие страны и регионы мира. Юлия Жень, CGTN. Как привлечь туристов не только на Великую стену, но и в другие уголки Китая? Выход нашли в парке наскальных рисунков Дадзу. Благодаря стараниям реставраторов теперь увидеть живопись с тысячелетней историей приезжает гораздо больше гостей со всего мира. Восстановление наскальных рельефов Дадзу – проект длиной в семь лет. Он включал в себя строительство новых сооружений, реставрацию статуи, наскальных рисунков и надписей. На прошлой неделе, когда Китай отмечал национальный праздник, обновлённую достопримечательность посетила масса туристов. Проект восстановления признан образцовым и рекомендован для других подобных объектов. Реставрация этого места стала точкой отчёта в деле защиты достопримечательностей в горах Центрального Китая и послужила примером для юга страны. Инфраструктуру и указатели парка наскальных рельефов Дадзу привели к единому стандарту. Экскурсоводы и персонал открыли новые грани в своей работе. «Сейчас я имею более ясное представление о том, что делать и как общаться с посетителями, когда чётко определены задачи, появляется мотивация работать хорошо». Самое интересное, после реставрации визит к культурному наследию ЮНЕСК в горах уезда Дадзу стал обходиться каждому туристу дешевле. При этом за счёт большого потока посетителей достопримечательность в Суме теперь собирает больше средств. Вот такая китайская туристическая экономика. Василис Волкашевич, Си Джидян. Монгольские артисты будут выступать на одной сцене с труппой канадского солнечного цирка. Они гастролируют по всему свету и имеют в своём репертуаре около 20 различных программ. В штате цирка выступают артисты из двух десятков стран. В нашем центре преподают многие известные циркачи, которые в своё время прославили монгольский цирк. Вообще, монгольская школа цирка известна во всём мире. Так, в настоящее время пять монгольских мастеров Каучука выступают в Лас-Вегасе. И нам очень приятно, что представители солнечного цирка обратили на нас внимание. Надеюсь, в скором времени вы увидите монгольских артистов на экране этого знаменитого цирка. Монгольская студия была создана в 2000 году. Иногда её называют «Цирк для кочевников». В настоящий момент в составе нового цирка выступает 40 артистов и около 50 учеников. Ну что ж, это всё, о чём я успела рассказать к этой минуте. Самые актуальные новости соседних регионов и стран в эфире ТВ-кома. Смотрите каждый будний день в 20 часов 10 минут. С вами была Юлия Пермякова. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok